Ранее в арк. Вот я посреди моря застрял с каким-то чуваком. В этой серии. Готов к разведке. Чувствуй себя, как будто я в Uncharted играю. Ой, я бы не советовал тебе сюда идти. Я сам не хочу сюда идти, валим! Коллега, я наконец понял, почему наши раскопки в последнее время ни к чему не приводили. Потому что мы целый день слоняемся по пустыне без дела. Нет, Максим, меня зовут не так. Все дело в том, что все это время мы стояли на фоне зеленого экрана. Что за... Лупа моя опущена в песок, чтобы удостовериться, что мы действительно в пустыне. Жарко тут? Да, когда я осознал, что мы в настоящей пустыне, стало очень жарко. Печет неимоверно, коллега. Мне очень страшно за лупу. Ее сжет, она вот-вот покраснелет. Хватит говорить о своей лупе, с ней все будет в порядке. А вот мы сдохнем, если не выберемся отсюда. Боюсь, как бы нам ни было дискомфортно, мы не можем отсюда уйти, пока кое-что не найдем. Что? Расходимся, коллега. Так мы покроем больше область. Я пойду туда, а вы пойдете туда. То есть в одну и ту же сторону. Как мы покроем больше область таким образом? А вот так. Посмотрите, какую маленькую область покрывает мое тело. Но если вы ляжете рядом, то зона покрытия увеличится. Я даже дослушивать этот бред не стану. Я пошел искать в ту сторону. А что мы ищем? Твою мать. Стим, хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами снова играем в Аркс Сурвайвал Эволфт. Это уже седьмой эпизод третьего сезона. Он долго не выходил, я знаю. Извинить, пожалуйста. У меня были очень большие трудности. Но они закончились и теперь давайте. Вот, все. Вот, эпизод. Все. Не жалуйтесь. Лучше лайк поставьте, ведь я вкладываю всю душу в эти эпизоды. А мы приступаем. Что ж, с этим утесом покончено. Но впереди ждет нечто грандиозное. Лох! Очень грандиозное. Благо теперь у меня появился напарник. Он достаточно скилловый и мне хочется как-то, знаете, соответствовать. Поэтому я сейчас все свои ресурсы, которые у меня есть, перенесу в наш новый дом. Я хочу, чтобы он тоже увидел, что от меня есть толк. Поэтому я сейчас его удивлю. Я приплыву в наш новый лагерь с платом и с кучей ресурсов. Он офигеет. Офигеть. Так много ресурсов притащил, у него просто челюсть отвалится. И он поймет, что не зря вступил в мой трайп. А это интересно. Поместите еду в последний слот, чтобы покормить. Можно его кормить гнилью. И приручать. Сразу двоих приручим. Ведь я знаю, что скоробей генерирует огромное количество навоза. Пока скоробей приручается, посмотрим, что это за местность. Ху-ху-ху. Офигеть, как это завораживает. Очень сильно напоминает местность, в которой я сейчас реально живу. Коллега, ваши поиски увенчались успехом? Я успешно тут найду свою смерть. Я даже не знаю, что я ищу. Ищите огурчик. Огурчик? Это такая продолговатая штука с зеленого цвета с пупыркой. Я знаю, что такое огурчик. Как я должен найти его в пустыне? Тут вообще ничего нет. Не говоря уже... Стоп. Я вижу его. Только убедитесь, что это не мираж. Откуда он здесь? Это мой, я его потерял. И как он должен помочь нам вернуться домой? Это же просто огурец. Вы уверены, что это не мираж, коллега? А я знаю, как он поможет мне. В нем есть достаточно влаги, я смогу дойти до края пустыни. Не делайте этого, коллега, это не обычный огурчик. Вам только так кажется, он несъедобный. Что вы сказали? Я вас не слушал. Ну все, коллега, теперь нам не видать обратных билетов домой, а тем более кэшбэка. Чего? Я же говорил вам, коллега, это мираж. Это не обычный огурчик. А карта Тинькофф Рик и Морти с изображением огурчика. У них в этой серии целых 5 дизайнов. И мне достался мой любимый с изображением Рика огурчика. Какого черта? Вы откусили мою дебетовую карту Тинькофф, да. Та самая карта, которая давала нам преимущество в виде кэшбэка до 15% на 4 выбранных категории трасс, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров и до 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. Реальными рублями приходят коллега. И это при том, что обслуживание карты бесплатное, и вы все это слопали. Я никогда не вернусь домой, я тут сдохну! Эх, не знал я, коллега, что вы настолько слабовольны, что подались первому же миражу. Еще, пожалуйста, мохито. Угу. Мохито? Да, жажда накрыла просто безумно. Причем, чем больше я пью, тем больше у меня сушняк. Я надеюсь, вы не всю карту слопали, и она еще работает, чтобы я смог за все это заплатить. Ну так вот, я говорил, что очень разочарован в вашей слабохарактерности. Всем же известно, что в пустыне можно словить мираж. Надо быть очень внимательным и не терять самообладание. Что вы делаете? Признаю, я тоже допустил одну небольшую ошибку. Да, когда появились на свет. Но есть плюс, вы только слегка надкусили карту, а значит, она еще работает, и мы сможем бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, и делать бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. И тебе все это тоже доступно. Главное, переходи по ссылке в описании, и забирай свою карту Тинькофф с пожизненным бесплатным обслуживанием карты. Стоп! Вы что, опять это делаете? Главное теперь найти дорогу из пустыни. И клянусь вам, мы больше не поддадимся никакому миражу. Коллега, это что, у вас огурчик? Смотрите, скоробей почти что приручился. 93% Есть он мой! Офигеть, мой первый скоробей. Я так стал круто приручать животных сейчас. Потому что скилл у Евгения уже есть. Назову его баги. Твою мать! Твою мать, змея! Нет, 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 стой, стой! Молочь! Так, отходим, отходим, отходим. Ааа, сдох! Нет, я потерял сознание. Долбит моего скоробея! Быстрее, Пауэр Дрыч, вставай! Да, пожалуйста! Отбивайся, скоробей! У тебя 86-й левел, ты сможешь, давай! Нет! Да почему? Быстрее, Пауэр Дрыч, просыпайся! Как же беспощадно она его кусает! А он беспощадно отбивается, он сдох. Всё, я проснулся. Сука, месть! Но перед местью давайте приручим другого скоробея. У него 140-й левел, только сейчас, когда я его приручу, у него будет просто... Тысячный, тысячный левел. Пойдёмте мстить. Gonna die! Gonna die! Жалко эти стрелы не ядовитые. Итак? Да! Хорошо. Ну и кто теперь ядовитый, блядь? Всё, собираем её. Братиш, я тебе покушать принёс. Возьми тухлятинки. И он почти мой, он почти мой! Ах, отличненько! Второй скоробей в моей жизни. Назовём его, дайте подумать, Багги. Смотрите, его можно поднять. Это очень забавно выглядит и нелепо. Так же, как PowerDreach в носках. Бежим со мной, жучок. Тебе понравится жить у меня. И у моего друга. Ну-ка, он может плавать? Смотрите, он... Нет, он тонет, он ко дну пошёл. Так, надо его собрать. Иди сюда. Я не могу его подобрать! Нет! Сейчас утоплю скоробея своего! Да господи! Да твою мать! Не берётся! Стоп! Давайте посвистим его с берега, с берега. Вот какой плавучий оказывается. А чё ты притворялся? Нырять просто любишь, да? Всё, пошли со мной. Хватит экспериментов, пора домой. Я и плод добыл, и ресы собрал, и скоробей приручил. Порадую напарника, он офигеет. Мы договорились с ним встретиться на этом камне. А вот и он летит. Привет, полетели, я тебе кое-что покажу. Интересно, что он мне хочет показать? Вряд ли ты сможешь меня удивить, но попытайся. Что это? Чё это такое? Это плод. Плод? Это плод? Это огромная хрень, какая моторная лодка-убийца. Заходи и устраивайся поудобнее, думайте здесь понравится. Тут есть люк, и внутри всё необходимое для нас. Ну как так получается? Я приплыл с каким-то сраным платом дешёвым, а он с подлодкой. Ну, это мой собственный дизайн. Тут рабочий стол, плавильня, ящики, шкафчики, холодильник. В общем, всё, что нам нужно. Две кровати стоит. Здесь есть возможность поставить ещё много чего. А я жука приручил. Я решил проснуться посреди ночи, чтобы взять ножницы в руки. Думаешь, ты лучше меня? Чики-чики. Он новичок в этом трайбе, а у меня тут дедовщина. Поэтому устроим ему тёмную. И лысую. И кашлянем ему в рожу. И сбреем ему сраку. Чувствую себя такой гнидой, но приятно сладких снов, напарник. Решил взять Птера и слетать на утёс. Так как у нас здесь остался ещё нефтесос. Посмотрим, сколько он там... Охренеть, сколько нефти он добыл. Так, это нужно всё обязательно забрать к нам. Я всё-таки хочу быть очень полезным тиммейтом. Поэтому мне необходимо добывать три раза больше ресурсов. В команде важно, чтобы каждый её член работал на максимум своих возможностей. И я буду вносить свою лепту, чтобы мы процветали. И поэтому тоже третий мой плод с ресурсами. Здоров, Спирит. Ну чё, какие у нас планы? Привет. Да, у меня есть один план. И какой же? Готов к разведке. Теперь готов. Тогда пошли составим карту этой местности. Вперёд! Пауэр Дрыщ, смотри вон туда. Вдаль. Там Кицелькуатль. Кицелькуатль? Вон впереди, видишь? Справа от дерева. Вон. Секунду. Это невероятно. Так красиво. Он никогда не летает близко к земле. То, что мы сейчас видим, это большая редкость. Как же так вышло. Я столько лет выживаю в этих землях. Рублю деревья. Бегаю по кустам. Рву кусты. Гажу в кусты. Убиваю хищников. Но у меня никогда не было времени просто остановиться и посмотреть на всё со стороны. Чтобы увидеть, какая же всё-таки природа прекрасная. Кажется, теперь я понимаю. Я не должен пытаться одолеть природу. Должен научиться её уважать. И может быть тогда она позволит мне занять своё место. А вот в этих землях очень легко приручать птеров, поскольку здесь много овисов, которыми они питаются. Что это за замок такой? Во-хо-хоу. Слушай, давай остановимся здесь. Во-хо-хоу. Я хочу посмотреть, что внутри. Чувствую себя, как будто я в анчарт отыграю. Ой, я бы не советовал тебе сюда идти. Я сам не хочу сюда идти. Валим! Охренеть, как там их много. Жесть. Так ещё заорали мерзко все. Это огромное количество насекомых. Пауки, птицы. Нет, это летучие... Что это такое, вампиры? Ааа, фу, блин, у меня аракнофобия развивается. Всё, 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 валим отсюда. Боюсь, я на какое-то время должен тебя покинуть, дружище. Поэтому спрячемся здесь. Вот здесь можно разбить лагерь. Да, я думаю, здесь будет безопасно. Всё, давай положим здесь лежаки. Хорошо, ложись спать, а я буду охранять нас. И не переживай, дружище, мне есть с чем заняться. Закрываем дверь. Так-так-так-так-так-так, осмотрим местность. Ааа, как прекрасно. Пожалуй, приступим к массовому приручению. Начнём с тебя, Додо. Да что ты ко мне пристал? Ладно, делай, что хочешь. Мне всё равно пофигу. Сейчас мы быстренько его приручим. Смотрите, в какой я позе. Смотрите, какая гибкость. Вот это мышцы. Ааа, хватит, хватит грызть мои пальцы, Додо. Опа, он готов, он мой теперь. Я назову тебя Додо. Как оригинально. Хотя это моё имя, но мне как бы всё равно насрать. А ты не врал, тебе и правда насрать. Но мне есть с чем тебе ответить. Секунду. Вот. Ха. Так-так-так-так-так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Останови меня здесь. Что ты от меня хочешь? Ты знаешь, что я хочу. Самку хочу. Сейчас мы тебе жену добудем. Давай, бочи её. Бочи, заставь её. Вот так. Напичкай наркотой. Додо, не знаю, как-то это было грубо. Поверенно, сама не знает, чего хочет. А хочет она быть со мной. И в ночи я её приручил. Назову её Додошка. Вот, Додошка, познакомься, это твой новый муж. Почему она не смотрит на меня? А мне нравится, как вы вместе смотритесь. Побежали. А, смотрите, как эти Додошки бегут вместе весело по пляжу. Ох, как это романтично. Правда, один из них чертовски болен. Что, Додо, ты уже заразил её? Я времени зря не терял. Э, а чё это вы по сторонам разошлись? Чё происходит-то? Она меня бесит. Что вы только познакомились? Я не знаю, я получил своё, а любовь прошла. Вот так, такой вот расклап. Опа, нифига себе, они уже снесли яйцо. Не похоже, чтобы они как-то запаривались над этим яйцом. Придётся что-то мне делать. Додот, почему ты ничего не делаешь с яйцом? Слушай, Женёк, я не могу этим заниматься. Извини, плохой родитель. Так, успокойся. Вот тебе мои мокроты в лицо, чтобы взбодриться. Это только кажется страшным, но поверь, всё будет хорошо. Что это был за звук? Что? Ты ещё одно яйцо высрала? Теперь у нас два яйца. А, что ж, придётся, кажется, мне всем этим заниматься. Ой, посмотрите, какой маленький детёныш родился у них. Ой, я впервые вижу маленького Додончика. Додончик, кстати, отличное имя. Додончик. Так, родители, какого хрена вы тут стоите без дела? Идите, быстро заботьтесь о ребёнке. Вот тебе костёр, может быть, взбодрит. И ты, чё стоишь? Быстро к ребёнку. Да, твою мать, твою мать. Всё, ты не выйдешь отсюда. Пожалуйста, Женёк, выпусти меня. Я не могу, я не могу этим заниматься. Я тоже не могу. Будете сидеть здесь, пока не станете нормальными родителями. А я пока тем временем займусь разведкой. Ууу, смотрите, пещерка какая-то интересная. Что там внутри? Блин, там может быть какая-нибудь база. Надо быть аккуратным. Не хочу, чтобы меня с пулемёта подстрелили. Ладно, вроде бы всё чисто. Залетаем. Блин, ну, конечно, здесь было бы круто построиться. Но, как сказал мне мой тиммейт... База, погодите! Чёрт, я не могу рассмотреть нормально. Так, окажется, они все подохли. Да, их вынесли. Такое бывает, что выносят всяких нубов. Ладно, давайте ещё посмотрим, что здесь есть. Маленький вода... Что это сейчас было? О, блин! Твою мать! Вали, 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 вали! Нет! Нет, всё-всё-всё-всё-всё, не надо. Пожалуйста! Сейчас маневрируем. Чёрт, мы не заморозили. Нет. Нет, пожалуйста. Ноу! Чёрт! Нет, не трогай меня! Умптера убил. Так, быстрее! Быстрее отбиваться! Так грубо. Так грубо. Как же сильно я подвёл своего тиммейта. Я запорол птера. Запорол броню. Запорол оружие. Я должен всё восполнить. Эй, земляк, подходи, шашлык покупай. Эй, сточный, восточный. Эй! Посмотри, какой пах-пах. Берём, я тебе говорю. Эй! Народ, смотрите, чё увидел. А, кажется, это игрок. Кажется, пришло время для мечти. Кладём транквилизатор. Кладём лежак. Ставим транквилизатор на стрелу. И аккуратненько со спины, как крысы, стреляем! Всё, он мой. Он мой. Я надеюсь, это тот чувак на виверне, который был. Нет, вряд ли это он. Нет, это другой чувак. Пофигу. Кто-то должен был ответить. Всё, забираем. Так, что теперь с тобой сделать? Знаете, не знаю. Знаете, топором по башке. Ах, как приятно. Как приятно. Сколько у тебя хп? Почему ты не дохнешь? Он даже не коцается. Слушайте, а давайте его напичкам наркотой. Оп. Пошли со мной. Может быть, на плод его отнести? Сделать его своим рабом? Нет, знаете что? Я не буду на это время тратить. Я просто с него всё сниму. Всё заберу. И просто, блин, он... Болит куча коробок. Так вот. Ахиллесово пита его. Просто убью. 25-й левел, и он так долго не дох? Может быть, я как-то не так прокачиваюсь? Тем временем мой птер приручился. Надо дать ему какое-то имя. Это он птеранодон какой-то. Это ж не твоё имя. Ты будешь птерадрищ. Привет, что делаешь? Я, в общем, летал приручить орла. На меня напал чел на виверне и жёстко грохнул. Теперь я восполняю потери. Что случилось? А я в скале застрял. Что? Додошка, нет! Как? Спаси остальных! Да, все на плоту. Похорони Додошку. Достойно. Окей. Он мне сказал, что Додошка сдохла. Она выпала с плота. Я хз, как она выпала. Она что, на блуждании была? Да что там происходит? Они оба на блуждании. Вот и причина. Чёрт, как же обидно за Додошку. И больше обидно за Додо. Он лишился своей жены. Но я прилетел с тремя птеранодонами. Как вам такая польза? А теперь грустные новости. Додо, у меня для тебя две плохие новости. Первая, это твоя жена Додошка умерла, потому что упала за борт. А вторая, твой сын Додончик умер, потому что я его не покормил. Поверь мне, очень жаль, что так произошло. Ты видишь эту говняшку сзади меня? Да? Она выражает моё отношение ко всему этому. Прошло какое-то время, я перетащил Додо в то самое место, где мы ныкались с моим напарником. И пока он снова не в игре, я пришёл к одной интересной мысли. Эта местность, она очень клёвая на самом деле. И здесь есть очень неприметная пещерка. Но это даже не пещерка, а просто выемка, которую можно было бы занять. Мне кажется, здесь как раз таки не будет эффекта Х4 урона на здание, поскольку мы не в пещере. Но в то же время мы будем защищены. Поэтому очищаем эту местность и застраиваемся. Вау, смотрите, какая штука идёт. Ты что есть такое? Поместите еду в слот. Я приручу тебя, обезьянка. Побежала, значит, да? Я очень классно стал приручать, поэтому я тебя приручу. И тебя приручу. Замочу, приручу. Замочу. И заросли вылечу. Если ночью кто-то придёт ко мне в дом, замочу. Короче, я осмелел и решил приручить орла. Давай. Нет, болос не работает. Окей, тогда придётся стрелами. Налету. Так, он улетает. Это значит, что у него немножко осталось. За ним. А ну стой. Блин, как его сагрить? Он просто улетает от меня. Нужно на опережение действовать. Давай. Выстрел. Есть, я здесь упал. Отлично. И не сдох. За ним. Лежит, спит. О, как неприятно. Он хрипит. Может, он ударился при падении? С тобой всё в порядке? О, нет, нет, нет. Рядом карнозавр. Надо его выманить. Куда пошёл? Нет. Нет, 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 нет. Я так долго его пытался, блин, усыпить. Свали. Мочуч. 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 Бич. Давай, Птера, ты сильный. Набей же его. Ещё чуть-чуть. Ой, главное, чтобы стамина не ушла. Есть. Убил карнозавра. Блин, благо, 15 левого было. Упичкаем его ягодами. Я его нормально так напичкал. И, кстати, оказывается, ягоды лучше действуют, чем наркотики. Летим за овисами. Овис, ты мне нужен. Спасибо большое. Посмотрите, как много мяса добыл. Летим обратно. Твоё время не ждёт, время не ждёт. Птица спит? Живая? Отлично. Ох, сейчас ты будешь вкусненько кушать у меня. Давай. Что это? Нет! Скопион, пошёл. Свалил? Да неужели он пополз, бить моего? Нет, кровь, 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 сейчас умрёт. Нет, 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 скорей. Давай, Птера, ты спасёшь его. Убить в крови уже. Да, пожалуйста, убейся. Да, убей уже. Бери на себя весь удар, Птер. Ой, сейчас Птер ещё уснёт, мой. Бей! Есть! Боже мой, как это напряжённо. Птер не уснёт? Фига ты стойкий. Как там птица? Вся просто в дерьмину. Но, по крайней мере, он жив. О, боже мой. Ещё немного осталось. Мы не должны его покидать. Мы должны быть с ним всегда рядом. Настала ночь. И совсем чуть-чуть осталось. Просто ещё один раз, куй, сделать? Да! 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 Я же сказал, что я приручу его. Сколько лет я просто дно скрёб. А теперь я летаю, как орёл. И назову тебя Орлана. Блин, красивое имя, мне кажется. Я думаю, теперь я восполнил потерю. С лихвой. Полетели со мной, Орлана. У меня появилась идейка. Ведь орлы очень хорошие перевозчики. А значит, вешаем седло, садимся и летим. Но летим не просто так, а чтобы приручить. Приручить эту обезьяну. Я же сказал, что я тебя приручу. Смотрите, она вдупляет, что происходит. Такого раньше не было. Я обычно всегда хожу, а теперь я лечу. И обычно я чувствую ногами траву. А сейчас ничего. Добро пожаловать в свой новый дом. Сейчас мы тебя через дымоход, как Санту, закинем. А, чёрт, не получилось. Дырка слишком маленькая, да? Не твои габариты. Э! Она ударила меня. Быстро в дом, я сказал. Да хватит бить моего Орла. Какая своенравная женщина. Всё просто идёт медленно и бьёт. Да перестань. У меня Орл устал. А, я сказал, ты пойдёшь ко мне в гости жить. Мне кажется, эта дырка слишком маленькая. Дайте ещё раз попробуем. А вдруг как-нибудь сейчас мы её... Оп, вот как-то так. Нет. Надо менять подход. А точнее, менять проход. Оп, иди сюда. Куда ты намылилась? Ты идёшь ко мне домой, я сказал. Вот в эту дырень. Да, блин. Сейчас, погодите. Вот, вот, вот. Давай, давай, не ко мне. Есть. Твоя злость тебя погубила. Я не знаю, так ли нужно приручать этих животных. Смотрите, сразу пошла к печке. Всё, заделываем дыру. Смотрите, как она тупо ходит. Всё, привыкай. Посмотрите, как она смотрит на меня. Такой взгляд у неё. Полный любви, мне кажется. Ну, мне так кажется. Да я уверен. Посмотрите. Мы, кстати, очень друг к другу подходим по габаритам. А горилла хороша со всех сторон, как ни посмотри. Замучу. Народ, я кое-что увидел. Прямо рядом с моим домом. Это никогда не закончится. Разве что я сам положу этому конец. Коллега, не сидите просто так. Нам нужно изучить пустыню, каждый её дюйм, каждую песчинку. Да, я должен это сделать. Это будет милосердием. Ведь он сам не сможет остановиться. Он верит в пауэрдрища. Верит в того, кого никогда не было. Я окажу ему силу. Ты действительно этого хочешь? Мама, что ты тут делаешь? Пришла вправить тебе мозги. Как и всегда. Не-не-не, это мираж. Ты про меня? Или в целом? Что? Ты так и не понял, для чего ты здесь? И почему вы нужны друг другу? Мне он точно не нужен. Он превращает мою жизнь в ад. Он даже моего имени не знает. А ты сам знаешь? Конечно. Блин, как же это бесит. Ты злишься, потому что не знаешь, что именно ищешь. А посмотри, как он крепко держит рукой за лобой. Пора бы и тебе узнать. Стой! Как я узнаю? Начни копать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok